Уже второй месяц Юлия Сабитова с гордостью называет себя молодым специалистом. Девушке 24 года и лишь в сентябре этого года она смогла устроиться на свое первое рабочее место. Сегодня она социальный работник Центра для детей с ограниченными возможностями. Последние 11 лет Юлия и сама была его воспитанницей. За эти по-настоящему долгие годы она уже привыкла и к сотрудникам Центра, и к уникальной уже домашней атмосфере этого места. А потому однажды просто сказала, что хочет здесь остаться, только уже в качестве специалиста. Я помогаю раздавать констовары, краски подавать, водичку для красок. Я веду инстаграм Красного Креста, центра этого. Мне здесь удобнее, потому что мне удобнее. Если другая работа, то там нет входа для колясок. Там проблема с доступностью, а здесь все есть. Но если для Юлии Сабитовой стены Центра дневного пребывания для детей и подростков уже являются родными и знакомыми, то вот Светлана Варейко впервые с этим учреждением ознакомилась в августе этого года. Женщина пришла сюда на должность уборщика помещений и уже через несколько дней точно поняла, это лучшее место работы, в котором ей приходилось бывать. Мне понравилось здесь, что тут детки, мне нравится, что мы, как инвалиды, понимаем друг друга, поддерживаем. Ну, я тут два месяца работаю. Мне вот и тут понравилось тоже сильно хорошо, что мы одинаковые, как-то легче, как-то общение. Вот и до нас приходят, эти волонтеры помогают, ну, с детьми быть. Ну, нравится мне здесь. В этом году отделение дневного пребывания для детей приняло два новых сотрудника, и для Центра это по-настоящему существенное прибавление. Ведь помещение весьма небольшое, однако, несмотря даже на небольшой масштаб, учреждения в эти дни посещают 25 семей, в которых воспитываются дети, находящиеся на надомном обучении или в так называемой социальной изоляции. Двери отделения дневного пребывания открыты для каждой гродненской семьи, у которой есть проблемы социальной адаптации. К слову, занятия там проходят каждый день на протяжении пяти часов, а ребят туда могут доставить на специальном автобусе, собственно, как и увезти домой, если у родителей нет возможности добраться до Центра своим ходом. Здесь для детей и их родителей созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Настольные игры, профессиональные помощи, тренинги психологов, занятия по рукоделию и, наконец, просто общение, которого иногда так не хватает семье. Костяк у нас, да, постоянно, но в этом году у нас присоединилось еще восемь семей. У нас есть комната спортивной реабилитации медицинской, здесь у нас есть массажная кушетка, массажер, сухой бассейн, тренажеры различные. У нас есть комната психологической разгрузки, и в том числе там проводятся занятия по леготерапии. Центр дневного пребывания для детей – далеко не единственное место в Гродно, где человек с ограниченными физическими возможностями может получить работу. С начала текущего года в Управлении по труду, занятости и социальной защите Гродненского городского исполнительного комитета обратился 171 безработный инвалид. Из них 112 человек были трудоустроены, 23 – на забронированные рабочие места, а 10 инвалидов прошли профобучение. Трудоустройство инвалидов происходит или осуществляется как на вакантные рабочие места, так и на специально созданные рабочие места. В этом году в нашем городе будет создано еще 27 дополнительных специализированных рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Ну а пока кто-то только ждет появления вакансий, Светлана Варейко и Юлия Сабитова будут привыкать к новому рабочему месту. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова